Ребят, всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я вам покажу, какой я оформила заказ на сайте Bonpricks. Наконец-то это видео будет полезно не только для девушек, но и для мужчин, потому что я заказывала мужские вещи, ну или полезен для женщин, которые любят одевать своих вторых половинок. В этот раз мне компания Bonpricks предложила выбрать вещи на обзор, и я решила, почему бы и нет, почему бы не заказать вещи для своего любимого мужчины. Тем более, вы знаете, как мужчины любят ходить по магазинам, это же не женщины. Пока им что-то не купишь, ничего нового они не надеют и не купят. Начать хочу с того, что с Bonpricks я, в принципе, давно знакома. До лет 5 тому назад я активно заказывала там вещи, и не хочу опускать возможность и показать вам свой пиджачок, который я там заказала. Это очень клевый пиджак на одну пуговичку. Я его очень сильно любила, носила постоянно на работу, таскала. Даже просто, как, не знаю, уличный стиль из него делала, одевала бойфренды. Белую футболочку тоже неплохо выглядела, закатывала рукава. Пиджак такой универсальный, и мне нравится очень сильно качество. Он у меня очень давно, года 4 он у меня, и нигде никакой катушки нет, не растянулся. Я его стирала даже в стиральной машинке. То есть, ну, пиджак идеальный, как по мне. Так что еще до того, как получить посылку для мужа, я прекрасно понимала, что к нам приедут качественные вещи, потому что я в основном выбирала хлопок, чтобы присутствовали более натуральные вещи. Конечно, там немножко сложновато с размерами, потому что, когда я в то время себе заказывала и штанишки, и даже обувь, очень нужно активно читать комментарии, отзывы покупателей. С комментариями просто можно быстрее и четко все подобрать под свой размер. Он лично выбирал вещи по своему вкусу, тот стиль, который ему нравится. Также все вещи вы увидите на нем. Еще хочу заметить то, что у Юры довольно-таки сложная фигура, и ему было всегда комфортно, он как раз в тех футболках, которые брыжутся в области подмышек, которые девушки вот заметили, некоторые писали в комментариях, что на него она маленькая. Он всегда такие футболки носил, и ему было в них комфортно. Но в этот раз мы решили, конечно, подбирать на размер больше, и что из этого получилось? Некоторые футболки, как по мне, капельку великоваты. То есть, или-или, у него такой промежуточный размер, которого просто не существует. Итак, первая вещь, это вот такая вот голубая футболка с длинным рукавом. Я цены буду проговаривать вам, а ссылочки все пунктов оставлю в инфобоксе. Так что переходите к кого, что заинтересовало или заинтересует, смотрите, ознакомливайтесь. Вот такая вот футболка с длинным рукавом. Для меня это кофточка. Обычная кофточка, очень приятная на ощупь. Здесь идет хлопок 100%. Конечно, эта кофточка великовата на Юрку, но я вам скажу, в ней комфортно. Знаете, вот если даже мы поедем в отпуск, в горы, там не сильно жаркая погода, очень часто меняется. Мне кажется, вот такая вещь, самая то. Единственное, тут такой минус непонятный. Я не могла понять, почему получается рисунок, вы видите, что немножко такой он как бы в ту сторону сделанный, такое ощущение, что он по тканью. Так оно и есть. Смотрите, если мы вывернем, более яркий рисунок, надпись, она идет вот с другой стороны. Я читала перед тем, как купить ее, конечно, положить в корзину. Я читала, что такое есть. Ну, наверное, такой дизайн. Я не знаю, вряд ли они что-то перепутали, потому что отшить партию с таким браком, мне кажется, нереально. Кофта хорошо пошила. По поводу пошива никаких претензий. Это идет размер 52-54. Кстати, Юрины замеры я тоже оставлю в инфобоксе, чтобы вам было удобнее, не знаю, как-то подобрать. Возможно, у кого-то муж похожий по параметрам на моего мужа. Еще раз повторюсь, это 52-54 размер. L-ка. Ну, M-ка, я не знаю, наверное, была бы в самый раз на его параметры. Следующая вещь, это вот такая вот трикотажная курточка. Этим заказом я довольна, Юрка тоже доволен. Довольно приятный материал. Здесь идет 60% катона и 40% полиэстера. Внутри, знаете, такое ощущение, что это флис. Очень приятная на ощупь. Тоже вот если куда-то ехать, даже по дому ходить, мне кажется, на любую маечку, футболочку можно накинуть. Но хорошая курточка. Я не знаю, как по поводу катушек будут образовываться со временем катушки. Но мы это посмотрим, конечно же, со временем. Здесь есть карманы тоже, что очень радует. Замок довольно прочный. Замок пластмассовый идет. Вот. Размер, сейчас я вам скажу, размер получается 48,50 м. В принципе, кофточка на него. В ней ему комфортно. Все застегивается. Даже под низ можно что-то подеть. Рукава все как раз. И, кстати, мне нравится то, что на рукавах вот такая вот плотная резинка. Эта трикотажная курточка стоит 399 гривен. В принципе, я могу ее советовать. Следующая вещь, это вот такая темная синяя футболка. Два в одном написано. То есть, она сделана как будто одну футболку надели на другую. Серая с синим. Мне очень нравится, как обработаны на плечах швы. Единственный минус, это так футболка, конечно же, не подошла по размеру. Я так поняла, что 52, а 2, 54. Юрия вообще не подходит. Нужно брать поменьше. Но поменьше что-то может быть или маловато. Или как раз тоже нужно, вот как угадаешь, как попадешь. В плечах вроде бы, ну, более-менее нормальная. Но вот висит она такая сильно широкая. Но в ней тоже комфортно. Мне кажется, в поездке самое то. Почему бы нет? Качество, кстати, 100% котон. Качество хорошее. Следующая вещь, я в нее просто влюблена. Это катоновая рубашка с коротким рукавом. Синяя катоновая рубашка. Кстати, у Юрии никогда не было катоновых рубашек. Он давно хотел себе. И, наконец-то, у него появились. Качество просто идеальное. 100% котон. Мне нравится то, что здесь идет на заклепках. То есть, вы можете видеть, что довольно легко. Они нужны эти вот, знаете, как катоновых рубашек вбивают? Такие маленькие-маленькие пуговички пришьют. И очень сложно продеть. Здесь на заклепках, так что таких проблем не будет. Будут быстро собираться, раздеваться. Размер, кстати, 41-42. Это рубашечка на него. Это его размер. Ему в ней комфортно. Цвет рубашки пошив. Мне кажется, такой фасон. Он всегда будет в моде. И, кстати, эта рубашка ему даже очень к лицу. Кстати, стоит 299 гривен. Очень выгодная цена для нее. Мне кажется, что даже если бы она стоила дороже, не было бы так жалко. Потому что качество довольно-таки хорошее и достойное. Единственное, что не могу сказать по поводу стирки. Потому что я ее и не стирала. Будет она линять или нет. Пока что еще без понятия. Вам сообщу обязательно. Следующая тоже рубашка. Голубенькая, более такая нарядная. И тоже на заклепках, что радует. Очень интересный пошив. Такой классический, в принципе. Мне понравилось, как здесь вот сделаны строчки. Обошлась она в 599 гривен. Это, можно сказать, самая такая дорогая вещь из заказа. Размер здесь идет 41-42. Эта рубашка тоже на него. Мне понравилось, что подошли рукава. То есть, ему тоже в этой рубашке комфортно. Здесь 100% катон. Единственное, что сейчас в ней будет жарко, конечно, это на осень. На такую более холодную погоду. Несмотря на то, что я могу находить, конечно же, качественные вещи за очень-очень дешевую цену. Мне кажется, 599 гривен для этой рубашки нормально. Вот честно, нормально, судя по качеству. Единственное, что я бы сделала более металлические заклепки. То есть, не такие перламутровые, которые вот немножко, они даже переливаются. Белые перламутровые. Я бы сделала чисто металлические. Вот такого плана, как на этой рубашке, почему бы и нет. Мне кажется, тоже было бы неплохо. Вот. Но это такой дизайн. Фасон неплохой. Самое главное, чтобы Юрке нравилось. Но рубашка круто на нем сидит. Ну и последняя вещь, это будет поло. Такое синее поло. Немножко тоже, мне кажется, великоваты на него. Но ему комфортно. Это размер элька. То есть, элька могла бы быть маленькая, кстати, в рукавах. Здесь тоже нужно этот момент учитывать, потому что у него довольно-таки тут большие руки. Вот. Здесь все ему комфортно. Нигде ничего не давит. Качество хорошее. Опять-таки, катон 100%. Мы старались выбирать, чтобы было более-менее натуральное. Вот. И как раз это не Китай. Пришло так, как обещали, как написано. На этикетках все то же самое было написано, как и в описании на сайте. Лично по мне, сильно яркий цвет. Вот не знаю, как ему, спросим у него. Но лично мне, сильно яркий цвет. Поло, кстати, такая ткань, что, в принципе, и в жаркую погоду. Мне кажется, будет в ней комфортно. Она как немножко, как в сеточку, что ли. Я вам сниму поближе, покажу. Сразу хочу сообщить, что все вещи, которые я заказываю в интернет-магазинах, да. Вот вы часто можете видеть, что много вещей, которые мне приходят, мне нравятся и подходят. Мой секрет в том, что я где-то два дня. Два дня я сижу и заказываю вещи. Я не просто смотрю их на сайте. Я ищу по подобным фотографиям, ищу по хэштегам в Инстаграме, чтобы вживую это видеть. Какой размер, какая ткань. Смотрю видеообзоры. То есть я через интернет-магазин вообще раньше старалась не заказывать. Как-то боялась, что всегда не подойдет размер, качество ткани. И за счет этого я такая щепетильная по этому вопросу. И очень долго, нудно, пересматриваю, выбираю. Вот Юрка выбрала то, что ему нравилось. И я долго читала отзывы, подбирала размеры. Но в итоге вы видите, да, что не все размеры все равно сходятся. Потому что неполные отзывы пишут под фотографии. Так что я еще раз хочу попросить вас, девушек, которые заказывают в интернет-магазинах, оставляйте хорошие отзывы, чтобы помочь этими отзывами другим барышням, которые будут делать, оформлять заказ на этом сайте. Ну и по поводу доставки хочу сообщить. Вы в курсе, что я очень долго ждала доставку. Мистер Экспресс, если у вас есть возможность заказывать через какую-то другую контору, заказывайте, потому что Мистер Экспресс, особенно в Киеве. Кто подписан на меня в Инстаграме, если вы не подписаны, подписывайтесь на мой Инстаграм. Вы в курсе, кто подписан на Инстаграме, что у меня были проблемы с доставкой. Вещи пришли в Киев еще 20 июня. Я их забрала буквально недавно, грубо говоря, 20 июля. То есть где-то месяц они пролежали в Киеве, хотя мне должен был доставить курьер. В итоге курьер даже не думал доставлять, хотя мне звонили несколько раз. Уточняли день доставки, я их ждала, но в итоге никто не пришел. Так что Мистер Экспресс, к сожалению, ненадежная служба доставки. Я бы хотела, если меня смотрят сотрудники Бонприкс, чтобы вы перестали с ними сотрудничать, потому что не только у меня плохие отзывы по поводу службы доставки Мистер Экспресс. Возьмите это на заметку, пожалуйста, я буду благодарна, если вы меня услышите. А так, Бонприкс, спасибо большое за вещи. Вещи довольно все хорошего качества, понравились. Конечно, по размерам не все подошли, но мы их тоже оставим, без проблем будем носить. Могу с удовольствием их советовать другим девочкам, чтобы вам было более удобно подобрать эти вещи, подобные или же какие-то другие на этом сайте для своих мужчин или же для себя, потому что там есть не только мужские вещи, там есть и женские. Мне кажется, вы давно знакомы тоже с Бонприксом, потому что это довольно такая старая-старая платформа, она очень давно держится на рынке, так что можно ей доверять. Как по мне, там есть тоже достойные женские вещи. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам полезно было и интересно. Если да, ставьте палец вверх, если нет, ставьте палец вниз. Всем пока-пока, до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok